Пробки, отсутствие пешеходных переходов, плохие дороги. Когда в Химках дорожно-транспортная сеть станет комфортной для всех, обсудили на совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. Среди долгосрочных проектов строительство больших развязок, мостов, путепроводов на улицах Репина, Московская и Маяковская. Так развязку около Меги построить в течение трех лет. Но многое можно сделать уже сейчас. Подрядная организация, которая делала в Химку, она начинает диктовать городу, что значит короткосрочно, что значит долгосрочно. У нас все срочное. В Химках по транспорту все проблемы являются срочными. Их нужно решать все немедленно. Чем быстрее, тем лучше. Есть те меры, которые мы можем выполнить в этом году, не дожидаясь ничего, никого, только согласовать ГИБДД. Этих мер больше 20. Умные повороты на пересечении Новосходненского шоссе и Юбилейного проспекта, ремонт улиц Горной и Первомайская, пешеходные переходы на Комсомольской в Подрезково, реконструкция и установка светофоров в начале Новокуркинского шоссе. Каждый пункт детально разбирали вместе с жителями. Я много чего услышал интересного. Работа администрации на данный момент идет правильно, потому что те вопросы, которые затрагивают именно людей, они были проработаны. И плюс еще очень хорошо, когда люди сами приходят и вместе контактируют уже с администрацией, потому что, возможно, что-то администрация предложила, вот такого интересного. А люди, они больше все-таки находятся на этих улицах. Взаимодействие администрации с жителями по вопросам дорог полезно. Многие пришли с конкретными предложениями. Сделал предложение, чтобы движение было со стороны энергомаша по улице Победа или проспекту Победа. Не только был поворот направо, а поворот налево и проезд прямо. Мое предложение зал поддержал. В этом году в городском округе отремонтируют около двух десятков дорог. Работу начнут в конце мая. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей. Продолжение следует...